Красный цвет, это такой уважаемый, любимый цвет, теркоязычный народ имеет, цвет жизни, в старину, в основе краски, используется даже кровь животного. Ну и вот обратите внимание на эти жерди, видите здесь какой изгиб, благодаря только этому изгибу подняли куклу выше и даже отказались от столбов подпорок. В Магойской юрке светодомовой круг стоит на столбах, здесь от этого отказались, и сделали такую форму светодомового круга. Именно такое изображение вы можете увидеть на государственном плаге Кыргызстана, это символ солнца, называется он тюндюк по-кыргызски, либо шинерак по-казахски. Именно вот такой круг, именно с таким перекрестием. Сейчас он застеклён современным материалом, ну можно его в любой момент накрыть прямоугольной кашмой войлочной. Туда никто наверх не лезет, пытаясь закрыть это окно. Перекинули верёвку через всю юрту, с обратной стороны за верёвку подтянули, своеобразный такой клапан. Всё, закрыли окно, либо в тёмное время суток, либо в непогоду. Всё, минутное дело буквально. Современные качельники, конечно, пользуются всеми благами цивилизации. Нередко рядом с юртой можно увидеть даже солнечные панели. Аккумулируем энергию солнца, здесь у вас свет, электричество, пожалуйста. Какой-нибудь там плазменный телевизор даже вполне себе может висеть. Ну, в том числе, да, используют такие металлические печи разноплановые, всякие разные. Вот если бы был открытый очаг, то, конечно же, вам небольшое отверстие нужно оставлять, чтобы тяга была, чтобы беды всё-таки туда уходили. Ну, вот помимо символа солнца, здесь ещё присутствует символ звёзд. Это вот эти цветастые ленты, которые удерживают купольные войлы. Вот в месте их пересечения это символ звёзд. Вот, да, перекрестили. Вот, символ звёзд. Вот эти кисточки разноцветные, они должны, конечно же, висеть вот там, под куполом. Тогда бы они символизировали Млечный Путь. И получается, что тюркоязычный народ, находясь в своей юрте, находится в своём микрокосмосе. Плюс ко всему жилище круглое. Это символ земли. В гармонии с природой живут, очевидно. Никуда в города они даже не хотят переезжать, потому что они говорят, ну, что мы там будем делать. Это наш образ жизни, мы кочуем в течение всей жизни с одного места на другое. То есть они так привыкли уже. Помимо вылока, здесь ещё используется вот такая плетёная циновка. Плетётся она из тростника. Растень называется Чи. С умелыми женскими руками на ней выводится вот такой орнамент. Это, так скажем, декоративная функция. Также она выполняет защитную функцию. Летом в горах, когда у вас внутри юрты душно, вы стеновой волы либо полностью снимаете, либо подворачиваете снизу вверх, чтобы сюда зашёл прохладный свежий воздух. В то же самое время через такую циновку не проползёт ядовитая змея. В горах этих змей полно. Поэтому циновка своими острыми стеблями, она втыкается прямо в землю. Никаких у вас щелей, отверстий уже нет для того, чтобы змея поползла. Здесь можно оставлять в безопасности детишек. Сами занимайтесь хозяйственными делами какими-то. Двери прикрыли. Можно, значит, оставить детишек. Если открытый очаг, ну, как правило, младенец, он же, да, ползает везде, перемещается. Вот чтобы в очаг не залез, его защик-лодку ещё привязывают к стеночке. Да, и он, получается, так, да, по радиусу, значит, ползает, перемещается. Потом уже, когда он на ножки более-менее так крепенько встал, отец навязывает ему, опять-таки, на ноги путы, так называемые путы. Тут они из конского волоса, вот такие верёвки навязываются. Ну, небольшой отрезок. Перед собой он переставляет такие ходунки. Как только, значит, он от этих ходуков уже отказывается, ну, уже нормально сам, да, ходит, эти путы перерезаются. Это самый такой известный обряд, традиция. Мужчина ножом своим перерезает такие путы, давая больше свободы ребёнку, и считается, что после этого он уже побежал. Ну, то есть, да, ходунки, он же не спеша, да, передвигается. Потом он уже сам на ножках стоит. Поэтому ходунки он откидывает и в этот момент, значит, перерезает эти путы. Что ещё в этой юрте такое примечательное? Это вот этот орнамент, который тянется по всей окружности. В каждой кыргызской юрте вы такой орнамент увидите, такую аппликацию. Говорит такой орнамент о истории кыргызов. Когда-то давным-давно, в раннем Средневековье, кыргызы проживали на берегах Энессей, Матери Реки. Это мы сейчас реку по-другому называем. Енисей. Уже мужским именем. Енисей батюшка, да, по-сибирски. А кыргызы, проживая на той реке, называли её Энессей, Мать Река. И вот этот орнамент, который символизирует волны этого Енисея, этой Матери Реки. В то время очень много было различных междоусобиц. Племя на племя воевало, на бег ходили и так далее. Ну, так получилось, что, по легенде, из всего племени остались только мальчик и девочка. Энисея, это таёжные, да, какие-то, значит, территории, условия, они убежали в лес, эти мальчики и девочки. В лесу они повстречали олениху, священную олениху, которая заговорила с ними человеческим голосом. Она сказала, детишки, садитесь ко мне на спину, я вас увезу в райскую страну, где вы не будете знать ни бед, ни горести. Вот этот орнамент и показывают её рога. Вот они, зелёные рога, это священная олениху. И она их увезла на себе в горы. Сейчас где Кыргызы проживают? На берегах Иссыкуля, да, где вдалеке вы увидите горы Алатау, Тяньшань и так далее, да, вот этих хребет горный. Вот туда, с берегов Енисея, к горам Алатау на священной оленихе. Вот такой орнамент. И о этих легендах рассказывают сказители. Их называют Акыны. Сказители. И они, значит, воспевают самый знаменитый каргызский эпос Манас. Значит, 18 томов примерно, по 300 страниц в каждом. Вот такой объём рукописного текста эпос Манас национальный. И ежегодно на праздники собираются люди, официальные лица, потом, значит, такие Акыны, и проводят состязания. Соревнуются, значит, в своё красноречие мальчики 10-12 лет и убелённые сединами старики. И все они, значит, да, собираются в одном месте и воспевают этот Манас. Так вот, мальчик никогда не мог даже видеть этот Манас, да, читать его. 10 лет весь объём этого рукописного текста невозможно прочитать. 18 томов по 300 страниц каждой. Ещё плюс по всему его запомнить. Получается, что, играя на традиционном национальном инструменте музыкальном, домбре, вот эти мальчики, они как будто бы уходят в транс. То есть они погружаются в какой-то свой мир, где этот текст льётся прямо им на голову. Они просто как ретранслятор, то есть они транслируют вам этот эпос. И даже говорят, что в этот момент, когда проводят состязания вот этих Акынах, там тембром голоса идёт повышение и понижение. То есть волна, да, идёт. И происходит даже лечение тех или иных людей. Кто этот Манас слушает, они прямо как будто бы даже излечиваются. Ну, это вот, надо, конечно, всё видеть картину, как всё происходит. Но именно об этом говорится. И самых знаменитых Акынов Кыргызи изображают даже на национальной валюте Кыргызстана. Не каких-то политических деятелей, а самых знаменитых Акынов. Если взять Кыргызскую валюту, вы там и прочитаете. Ну, а теперь кочаём дальше. Теперь я вас приглашаю к кочевникам севера. Это наши олениоды Чукотки и Ямала. Пойдёмте.